Добрый вечер дорогие друзья, еще у нас 5 минут. Рада приветствовать всех, кто присоединился к нам сегодня в первый раз. Немного подождем еще, положенное время надо выждать. И кто появится у нас еще, пока что по географии нашего чата я вижу Варна, Болгария, Литва. Марина, добрый вечер, нашли все-таки возможность к нам присоединиться, что радует. Бориса, к сожалению, не указала город, понятно, что Российская Федерация. Ну, соответственно, Ольга Половникова, Санкт-Петербург, кто еще у нас сегодня есть и так далее. Пока что больше никого, но из тех участников, которые уже написали о своем желании участвовать, еще не все пока есть, поэтому мы честно подождем 7 часов и потом начнем. Единственное, что мне хочется сегодня вам сказать, это, конечно, тему мы взяли очень большую и, скорее всего, в полчаса нам не удастся ее даже приблизительно уместить. Поэтому я потом в дальнейшем скажу, куда мы ее перенесем, в какой курс. И, конечно же, мы будем об этом разговаривать более подробно. Я говорю сейчас это для того, чтобы у вас не сложилось некоторое ощущение поверхностности наших встреч. В данном случае для меня важно, что мы встречаемся, что мы вместе, что мы задаем друг другу какие-то насущные вопросы. Ну и немного касаемся того, что происходит. Из приятных новостей хочу сказать, что буквально вчера я разместила на своих страничках новость о том, что наш проект, вот этот, который мы сейчас с вами осуществляем, поддержан Союзом охраны психического здоровья. Это очень солидная организация в городе Москве, которая поддерживает инициативы, связанные с просветительской образовательной деятельностью. И также инициативы, связанные с работой, направленной на охрану психического здоровья населения Российской Федерации. И наш с вами проект получил поддержку, ну не финансовую, разумеется, а устную, как бы такую одобрительную реакцию Союза, что в общем не может не радовать, потому что в дальнейшем это сотрудничество может вылиться в долгосрочные интересные проекты, в которых, я надеюсь, мы с вами все будем участвовать. Ну вот, один из таких проектов будет реализован Союзом в октябре этого года. Это фестиваль «Другие», который будет проходить в Санкт-Петербурге 13 октября на площадке, очень большой площадке города, это площадка «Экспофорум». И туда приедут люди, которые как раз занимаются проблемами психического здоровья, работают с этими людьми и так далее. Ну, мои часы, может быть, еще одну минуту до семи. Мы начнем сегодня, как всегда, вовремя, независимо от количества участников и тех, кто к нам сегодня присоединится. Сегодня разговор у нас пойдет о депрессии. И тема очень сложная, очень многогранная. Вы сейчас видите перед собой картинку, которую я выбрала для заставки этого вебинара. И пока у нас есть одна минутка, я просто предлагаю вам сосредоточиться на этой картинке. И я, с точки зрения своего предыдущего образования, как вы знаете, я являюсь кандидатом искусствоведения, я попробую немножко рассказать о том, что я вижу на этой картине, поскольку, на мой взгляд, она является таким сублимированным отражением того, что происходит с человеком, когда он находится в состоянии депрессии. Обратите внимание сначала на краски, которые использованы на картине. То есть это пастельные тона, очень спокойные, очень такие нейтральные, скажем так, по отношению к живой природе. То есть в этот момент человек находится в состоянии некоторого анабиоза, да, то есть как бы сна. И все его чувства, его мысли заторможены. Что еще привлекает внимание, да, посмотрите, человек расположился как бы между нижней частью картины, да, и так называемым небом, да. То есть человек находится в состоянии невесомости. Очень часто при депрессии происходит явление такой деперсонализации. То есть человек не понимает, кто он, человек не понимает, где он находится, что с ним происходит. Очень часто человек чувствует, что отсутствуют внутренние органы, что эмоциональная сфера находится в некотором притуплении. Это я сейчас сформулирую очень мягко, только для того, чтобы охарактеризовать данную картину. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, обратите внимание на тень. То есть тень падает сразу в трех измерениях, да. Это немного наклон в сторону, прямой ракурс и вниз. Совершенно не падает тень вперед, чуть-чуть только мы видим отсвет впереди, и, в общем-то, человек не видит перспектив никаких, да. То есть он как бы погружен сам в себя. Следующая поза. Обратите внимание на позу. Поза тоже не случайна. Это всем вам знакомая поза эмбриона, поза максимального поиска, поиска максимальной безопасности и отсутствие контакта с окружающим миром. То есть посмотрите, ни глаза не смотрят, ни другие, никакие другие части тела не устремлены к контакту окружающего мира. Теперь давайте посмотрим, что вокруг происходит, да. Посмотрите, маленькие-маленькие дома. То есть реальность меняет свои очертания. Реальность меняет свои очертания, то, что казалось привычным, то, что казалось очень родным и близким. То есть домик, да, дом, символ дома становится маленьким, теряет свое значение домашнего очага, теряет свое значение уюта. Тепла превращается просто в какой-то антураж, да. И, в общем-то, непонятно, то ли это домик, да, то ли это колышки забора, который, кстати, образ забора, посмотрите, на заднем плане прослеживается. То есть это уже не дома, это уже забор, да. И непонятно, что это растущий из земли забор, да, который сейчас вырастет снова в стену и отгородит, как бы, человека от нас, да. Или это все-таки домики, которые без окон, без дверей, посмотрите, да. Очень удивительно, что, в принципе, если это дома, если это силуэты домов, то хотя бы какие-то наметки на то, что там есть окна, двери, да. Нет, ничего нет, то есть вполне себе непонятно, что происходит. Посмотрим дальше. Что у нас над головой? Над головой у нас множество различных мыслей. Множество различных мыслей, навязчивых идей, может быть, бредовых идей, может быть, идей, которые не дают спокойно спать, да, то есть человек страдает бессонницей, человек мучается. Что у нас происходит справа, да, то есть это вихрь, вихрь, вихрь эмоций, вихрь того, подавленной агрессии, которая находится внутри. И посмотрите, со спины, чуть-чуть со спины, да, заходит, как бы, невзначай, несколько ноток, несколько ноток, которые еле-еле видны на нотном стане. Чуть-чуть совсем прорисованы длительности, чуть-чуть совсем, мы видим, какие именно это нотки, да, даже можем различить, но нет ни нотного станя, нет ни ключа нотного. То есть понятно, что есть какие-то звуки, да, есть какая-то музыка очень неопределенная, очень такая приглушенная, весьма неясная. Может быть, это отдельные ноты, может быть, это части какого-то, кусочки какого-то любимого произведения, которое человек слушал раньше. Вот все это я выбрала для того, чтобы хоть немножечко представить вам картину депрессии как таковой. Очень часто, очень часто в быту, в нашей повседневной жизни депрессия воспринимается как сниженное настроение. И на самом деле сниженное настроение имеет место, конечно же, при депрессии, но мы должны с вами вот на сегодняшний день в рамках этих получасов, там, да, или 40 минут, сколько мы прообщаемся. Добрый вечер, Елена, добрый вечер, Татьяна, рада вас приветствовать. Не забывайте указывать свои регионы, это очень важно, да, потому что мы должны понимать. Напишите, пожалуйста, свои города, из которых вы прибыли к нам. Это очень важно, потому что депрессия – это не просто плохое настроение, это не просто грусть, это болезненное, патологическое состояние, которое сравнимо с какой-то витальной тоской. Вот, и на самом деле, еще раз повторяю, говорить о депрессии подробно мы будем в курсе соматической патологии и психосоматики, вот, но сегодня мы просто должны понять, что происходит и как нам с этим взаимодействовать. Для начала я попробую все-таки еще вам дать немножко материала такого теоретического, потом мы посмотрим видео, и чтобы сложилось у нас немножко впечатление. Посмотрите, вот, сейчас мы начнем с того, что есть некоторый депрессивный тип личности, да, то есть это есть люди такие, которые вот имеют такой склад характера. То есть у них нет депрессии, как диагноза, да, но у них есть как бы предрасположенность к этому, да, к возникновению такого заболевания, и вот мы это должны четко понимать. Они не любят общество, компании других людей, их утомляют, возможно, потому что они сами считают себя малоинтересными собеседниками. Ну вот посмотрите, вот на этом слайде вы сейчас его почитаете, а я пока поговорю, потому что, ну, еще раз повторю свой тезис замечательный о том, что я никогда не читаю собственные слайды, потому что, ну, считаю, что это неинтересно, да, вот, ни для меня, ни для вас. Поэтому посмотрите, что происходит. То есть есть некий склад личности, ну да, как Личко еще в свое время писал, да, но есть тип характера, склад личности и так далее, который наиболее предрасположен к возникновению заболевания. Но все же, если мы внимательно посмотрим на состояние депрессии, это болезнь, это глубокое поражение нервной системы, которое не может быть характеризовано только одним параметром сниженного настроения. И так как у нас с вами не особо, ну, большой участок времени отведен сегодня, я хочу вам показать маленький ролик, который два состояния депрессии сейчас покажет. Это будет лучше, чем я буду очень много про это говорить. Вот, вы посмотрите сперва ролик, в котором показана соматическая депрессия. Что это такое? Это депрессия, которая возникла у человека на фоне какого-то соматического заболевания. Ну, к примеру, заболел человек, но тяжелая онкология, да, и у него на этом фоне развивается депрессивное состояние. И второй ролик, который мы с вами посмотрим, это ролик, связанный с таким явлением, как синдром Катара. Это очень глубокая депрессивная патология, которая связана с потерей ощущения реальности не только окружающей, но и собственного тела. И вот, когда мы говорим о депрессии, очень важно понимать, что это не исчерпывается сниженным настроением. Очень часто мы встречаемся с тем, что человек говорит, у меня депрессия, я сегодня в депрессухе, ко мне пришла депрессуха. На самом деле, вот то, что исчерпывается грустью, плохим настроением, даже может быть сильной грустью, да, даже может быть тоской или скорбью, это еще не депрессия. Важно четко понимать, что бытовое понимание депрессии и депрессия как клиническая единица, это совершенно разные вещи. И вот мне хотелось бы, чтобы мы как раз заострили внимание, добрый вечер Ольга, на депрессии как клинической форме. Потому что именно клиенты очень, как бы вам сказать, сложные, да, все сложные, но эти еще и сложны в плане обилия суицидальных исходов. То есть депрессия, она чревата всегда суицидальным исходом. Почему? Ну, это связано с несколькими причинами, и одной из причин является постепенное освобождение на выходе из депрессии различных блоков, да, которые бывают поражены. И вот мы говорим, что при депрессии всегда поражается моторная сфера, то есть человек становится медлительным, заторможенным, затормаживается мышление, затормаживаются когнитивные процессы. Далее поражается всегда двигательная, да, человек медленно двигается, он как бы не способен фокусировать свой взгляд, расширенные зрачки. И поражается эмоциональная сфера. Так вот, раньше всего при выходе из депрессии восстанавливается моторика. То есть человек начинает быть способным к движению. Вот вспомните картинку, да, когда вот человек у нас в таком, как бы сжатом состоянии эмбриона, да, и у него нет сил, физически нет сил. То есть это слабость, это утомляемость большая, это физически нет сил совершить движение. Когда в результате лечебных мероприятий, привет Обнинск, в результате лечебных мероприятий пациент начинает выходить из депрессии. Первым, что освобождается, первым, что восстанавливается, это моторная сфера. То есть он еще не собран мыслями, он еще разобран в эмоциональном плане, но он уже может совершать действия. Поэтому у него по-прежнему остаются навязчивые идеи, бредовые, да, мысли в голове курсируют разные самые, но моторика уже свободна. И вот именно в этот период, когда человек освобождается от депрессии, когда он выходит из депрессивного ступора, опаснее всего возникают суицидальные попытки. И вот этим депрессия опасна для работы, и к ней, конечно, должно быть пристальное внимание. Давайте посмотрим ролики, которые я вам обещал сейчас. Так, посмотрим. Первое, это соматическая депрессия. Ну, расскажите, что мешает жить. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, глаза болят, плохо видеть стал, недослышаться, потеря память, слава снега, ноги болят. Плохой сон, ночью, просыпаюсь каждый час. А постоянно много препаратов принимаете? Много. Много, да? Да, у меня очень высокое давление. Я пью много давлений. И стал сделать это как у меня. Не могу заснуть. Я не могу. 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 А теперь, как каждый день, иногда, на ночи, вверх, ездить. Надо, вроде бы, себя в нем хорошо чувствовать. Ну, а особенно плохо, на ночь. У меня все кристаллы. Сердце начинается ночью. Я ночью, почему? Вот здесь я лучше, что я не финансирую. Что делать, то я тоже мне понадобится. Финансирую. И просыпаюсь я практически каждую часу. Давайте я посыпаю следующим образом. Сейчас я немного коррегирую, а непосредственно перед выпиской. Вы когда подойдёте, подскажите, как они скоррегировали ваш сон, мы дополним. Когда вы делитесь, что вы за счёты принимать должны. Что вы за счёты принимаете? Хорошо. У меня уже поставили самоглазборные вопросы. Угу. Ну, с пограничником. На границе Гриста с Дагестаном. Вот только пришёл. Среди городов на границе. Среди городов на границе. Среди городов на границе. Среди городов на границе. Только мы переживаем. Мы переживаем. Хорошо. Поехали. Понимаю. Ага. Ну вот посмотрите, коллеги, что происходит. Перед нами женщина, ну, видимо, где-то за 50, судя по голосу и по внешнему виду. Что происходит? Нет сна. Вот вы представьте себе, что человек принимает препарат фенозапам и через каждый час просыпается. Какое должно быть внутреннее напряжение, сколько должно быть внутри эмоций нереализованных, какое накопление должно быть химических веществ в организме, которые отвечают за эмоциональную перегрузку, чтобы вот это вот состояние не давало уснуть. Сколько длится это состояние, мы не знаем. Ну вот для примера. Давайте представим, что вот пришла такая женщина к вам на музыкальную терапию. Чем мы можем реально такой женщине помочь? Давайте немножечко пофантазируем. Вот она, естественно, не проявляет особого интереса ни к вашим инструментам, ни к тому, что вы будете делать, ни к тому, вообще к вам в принципе. То есть, ну, сидите вы и сидите. Будете с ней разговаривать, она будет отвечать. Не будете, она будет также сидеть рядом с вами. Давайте немножечко попробуем прикинуть, да, то есть, что мы можем в данном случае делать. Сразу оговорюсь, что мы с вами не работаем, категорически не работаем с тяжелой формой и глубокой формой депрессии. Мы, естественно, что, ну, еще раз повторю, что в рамках получаса мы сейчас, ну, форм депрессии очень много, и мы для этого сделаем специальный курс, но чтобы понимать, да, что такому пациенту, такому пациенту показана только пассивная музыкальная терапия. Да, ни в коем случае не активное, не директивное вмешательство. Что мы можем дать, да, в данном случае? Мы можем дать подстройку под ее состоянием, мы можем дать отреагирование, бессонница, понимаете, дайте человеку поспать. То есть, вот, проблема, с которой она, женщина эта, да, приходит к нам, это бессонница и страхи. То есть, наша первая задача – это убрать. Потом будем смотреть. Но пока не уйдет бессонница, не нормализуется сон, ничего сделать нельзя. То есть, наша задача сейчас работает только на восстановление сна и только на снижение страха. Ни в коем случае в чем страхи, да, как эти страхи – это уже отдельный вопрос. Сначала сон. Сначала сон. Конечно, вы представляете, что медикаментозно не купируется это, да, фенозепам и сна нет. То есть, надо подключать вещи, которые, явно надо подключать вещи, которые задействуют довербальные структуры, да, которые обращаются к тому праначалу, которое там внутри, эмоциональному ресурсу, который так глубоко, который мы можем вот чуть-чуть-чуть-чуть задеть, чуть-чуть задеть и дать расслабиться. Сейчас мы посмотрим с вами второе видео, которое я подготовила про депрессию. Вы увидите синдром Катара. Синдром Катара – это… Мы сейчас посмотрели с вами более легкую форму, да, и посмотрим сейчас более тяжелый вариант, более тяжелый вариант. И опять же, понимаете, да, моя задача сейчас – показать вам, что депрессия – это заболевание, что это не бытовое понимание грустного настроения, что это серьезное патологическое состояние. Итак, мы смотрим второе видео, затем я немножко комментирую, и мы еще вернемся к нашим другим ресурсам. Давайте посмотрим синдром Катара. Вы сказали, что вы 91%. Вы сказали что вы 92% человека сейчас или что действительно привело бить вы в rebelsкortune выража… Вы san Siempre Arthroi? Вы не знаете, что aikовы? Вы если знает, чем вечером растений вы не имеете и впечатление? Она Montana. Вы думаете, это просто хректно? Nothing. How do you know that? How do you know that? How do you know that? I just know. I just know. Do you think it's a bit unusual that we're sat here talking and having a conversation, but that you feel that you're dead? That doesn't really make sense to me when I hear you say that. It makes sense to me. Do you feel that there's any point to life? No. Do you feel that your internal organs, your heart, your bowels, your kidneys, are they all working normally, do you feel? No. Dead. Gone. The gold. Yeah. The gold. Do you feel that there's anything inside at all? Yeah. Yeah. That's it. Well, I think about this video. I tried to choose what would be my thoughts. And agree with me, that video is an impression of it. It's a pity. It's a pain. When, as I said, did you imagine a depression, Человек не ощущает своего тела, депрессия с явлением деперсонализации, ощущает себя мертвым. И вот, опять же, давайте спроецируем немножко на нашу с вами деятельность. Состояние депрессии. Вот пациент, который ощущает себя мертвым. Что музыкальный терапевт в данном случае? Может дать. Давайте вспомним вот ту картинку, которую я вам показывал в самом начале. Но кто не видел, давайте я попробую еще раз ее включить. Но вы наверняка видели ее на заставке. Посмотрите. Вот он, этот человек. Человек, находящийся между небом и землей. Человек, разорванный изнутри. И в то же время находящийся в замкнутой комнате. Я не сказала в первый раз, но посмотрите. Угол. Очень четко есть угол. И человек расположен в углу. Он загнан в угол. И нет сил. Нет ресурсов. Вы в предыдущем видео видели, что женщина принимает определенные препараты. То есть она использует медикаментозное лечение. И без медикаментозного лечения депрессия не купируется. Грустное настроение, да. Тоска, да. Может обойтись психотерапией и может быть даже музыкальной терапией. Депрессии нет. В данном случае мы должны быть предельно осторожны и корректны по отношению к пациенту. Мы должны выбирать инструменты, исходя только из собственного чувствования, из собственного ощущения данного пациента. Ни в коем случае не выбираем резкие инструменты, с резким звучанием, да. Приглушенные, тихие, спокойные. Тоска при депрессии имеет витальный характер. То есть эта тоска связана с глубокими жизненными потребностями. Они нарушены. Нет потребности в еде. Нет потребности в отдыхе. Есть полная безысходность. И, конечно же, в данном случае очень ювелирная работа. И мы в курсе, я подготовлю большой курс по психосоматике, мы, конечно, по ней пройдемся. Сейчас я просто попробую немножечко вам еще сказать о песне. Я думаю, что в данном случае хорошо бы использовать песню, причем петь для пациента. Да, я знаю эти рецептивные музыкальные программы. Можно использовать, конечно же. Но мы с вами много говорили о рецептивной музыкальной терапии в том плане, что... К сожалению, здесь очень важен индивидуальный подход, которого нет в таких программах. Я придерживаюсь глубокого убеждения, что каждый пациент это глубоко индивидуальный случай. И у каждого пациента депрессия своя. У каждого пациента, исходя из функциональной природы, да, болезни, затронуто множество анализаторных систем. Но на каком этапе они затронуты, это индивидуальная картина болезни. И подбирается музыкальным терапевтам, как я считаю, музыка индивидуальна для каждого пациента. Я понимаю, что в условиях клиники, наверное, сложно это сделать, но есть определенные этические принципы. Вот о них мы тоже с вами поговорим. Я сейчас проделал довольно-таки большую работу. Это... Я перевела косельские тезисы, так называемые, с немецкого языка на русский. Да, переперло народу язык. Вот. И это своеобразный устав музыкальных терапевтов в Европе. Вот. Мы с вами будем с ним знакомиться потихонечку. Их всего 10. Вот. И я предлагаю... Ну, это моя инициатива. И более того, я даже буду настоятельно рекомендовать всем придерживаться их в своей работе. Потому что сейчас у нас в музыкальной терапии полный бардак. Вот. А если мы будем иметь некоторую опору, которой пользуется европейское музыкально-терапевтическое сообщество, то мы поймем, что синдромологический подход, который немцы постулируют, это основа музыкальной терапии. Без этого подхода ее быть не может просто. Поэтому... А что такое синдром, да? Это совокупность симптомов. Каждый симптом имеет свою веточку. У каждого человека эта веточка выросла по-особенному. В его собственном теле и с его собственными отросточками. Поэтому еще раз и много раз буду повторять. Пока вы не почувствуете вот эти все отросточки, даже не беритесь. Надо быть честным по отношению к самому себе. Не могу работать с депрессией? Не беру. Могу работать с аутистами? Работаю. Могу заниматься волонтерскими программами? Занимаюсь. Никогда не надо пытаться работать там, где ты не чувствуешь уверенности. Потому что только уверенность дает силы помогать людям. Поэтому, опять же, много раз говорю о том, что, несмотря на наличие хороших методик, несмотря на наличие прекрасного образования, несмотря на наличие множества прочитанных книг, работать будет не все это. Работать будет ваша личность. Только личность терапевта, только ее работа над собой, личность терапевта, я имею в виду, может привести к позитивным изменениям в пациенте. Опять же, смотрите, вот мы заговорили про пение. Какое это должно быть пение? Это должно быть пение с определенным содержанием, или это должен быть просто звук? Вот мое мнение, что это должен быть просто звук. Ни в коем случае не должно быть никакого содержания. Потому что подмосковные вечера, вы не знаете, что эта песня вызовет у пациента. Вы не знаете его жизненного опыта. И если вы... Ну, сейчас мы как бы типа о первой сессии говорим. Если вы встречаетесь первый раз, то, ну, не знаю, помычите вместе, да. То есть, вот, мой призыв сейчас какой? Чувствовать пациента, да, и понимать, что депрессия – это не просто грусть, это болезнь. Да, подойдет. Но если подойдет, что звук подойдет. Звук... Вот посмотрите на спину. Вот только что мы разбирали с вами. Только что разбирали картину. Со спины немного просвечивают какие-то нотки, да. Посмотрите, художник, который владеет краской только, да. Со спины нотки осторожно. Вы залезаете в довербальный уровень. В уровень доречевой. Никаких слов не должно быть. Голос. Голос, а лучше всего, повторяющийся, очень ритмичный голос. Что тут нужно такому пациенту? Структура, опора и голос. Вот вспомните, как поет мама. Она поет... И неважно, какой у нее голос в данном случае. Красивая сопрано, которым будет любоваться сам терапевт, да. Как он клево поет, да. Или там хриплый бас, как у меня, да. Вот. Но на самом деле важно не это. Важно, что вы несете. Вот оттуда ему, что вы несете. Вы можете там, не знаю, кучу-кучу приемов знать, но вы понесите оттуда. И тогда все сработает. Понятно? То есть вот эта песенка может быть самая простая. Вот просто, просто какое-то пение наугад. По наитию. Вот вспомните того мужчину с синдромом Катара. Реально, представьте себе ситуацию. Вот он перед вами. Что? Какие слова? Какие слова, если у него нет ничего? У него внутри пусто. он мертв. Но это живой человек. И до вербальный, доречевой уровень даст вам возможность пробиться туда. Но очень осторожно. Очень ненавязчиво. Да, Ольга, конечно, конечно, конечно. А почему с закрытым ртом? Это же я, ну, показала так, как я чувствую. А почему не? А почему не? А очень хороший звук. Да, только смотрите, чтобы он не переходил в крик. Вот. Да, А, конечно. Конечно, А. А потом, вспомните вокальный круг, да? Ну, кто есть? Музыканты? Если. Что такое вокальный круг? Откуда мы начинаем, да? Ну, потом тоже когда-нибудь поговорим. Да, это низ и вверх, да? Резонаторы все проходят. Вот он. И, в принципе, какой еще звук, как не А, нам покажет все. И совершенно с Нелли согласна, что очень индивидуально. То есть, смотрите, мы каждый раз с вами говорим, о детях ли бы мы говорили, о взрослых ли бы мы говорили. Мы все время упираемся в то, что нужен индивидуальный подход. Так вот, теперь, в контексте индивидуального подхода, представьте себе. Да, Галла, поздно присоединились. Да, мы посмотрели уже на ноты и проанализировали ноты. Представьте себе, что вот все, что сбилось. В смысле? Ну, если кто-то помнит, о чем я сказал, напишите, я забыл, о чем говорил. Вот. Ну, что хочу сказать, что о ребенке ли мы говорили, или же о взрослом. Вот индивидуальный подход. Мы каждый раз говорим, что индивидуальное течение болезни, индивидуальный подход, индивидуальный подбор репертуара. Теперь, вот, это может показаться такой фишкой, да? То есть, да, у меня индивидуальный подход, я там ко всем индивидуально подхожу, и я пойду, вот, индивидуально подходить ко всем, да? Важно, не сама формулировка, не быть, а казаться, то есть, не казаться, а быть, да? Что за ней стоит, за этим индивидуальным подходом? Представляете себе, какой спектр у вас должен быть в руках клиники, чтобы вы могли понять, насколько вот эта депрессия Васи Петрова отличается от депрессии, там, Зои Васечкиной. Состояние у них может быть одинаковое. И типичные особенности, кстати, характерные черты депрессии, о которых, ну, мы тоже можем сказать, да, в специальном курсе, она уйдет в психосоматику у нас, депрессия в курсе психосоматики целиком. Понятно, что за полчаса я вам тут ничего не расскажу особенного. Вот, ну, смотрите, вот сам подход, да, вот у меня есть здесь индивидуальность, да, и здесь индивидуальность, где тут мои руки, да, вот они, вот они, две индивидуальности. У этого пять, да, и у этого пять, но у каждого свое пять. И какой должен быть запас вот этих клинических знаний, да, ну, в идеале, в идеале, чтобы внедряться в терапию. И вот в этом смысле немцы, они, конечно, молодцы. Они стукнули кулаком и сказали, все, синдромологический подход. Вот, не можешь, занимайся занятостью. Не можешь, занимайся, занимайся хорошим делом. Иди давай концерты в больнице. Иди там, не берись за то, чего не можешь. Не берись за то, чего не понимаешь. Хочешь понимать, учись. Вот это вот мой такой, как бы, подход. Потому что огромный багаж, действительно, Нелли, согласна с вами. Нелли из Варны. У вас там Варни, наверное, еще круче, чем в России. Вот. Но смотрите, вот эти вот все клинические штуки, да, о которых мы сейчас с вами говорим, это все надо не просто вот теоретически выучить, да, но увидеть и понять. Потому что вот так вот огульно сказать, у меня индивидуальный подход, и я пойду сейчас... Да ерунда. В лучшем случае нащупайте типологические особенности и будете скользить по поверхности. Вот. И тогда это, ну, это не терапия. Потому что терапия, это все-таки глубже. Тогда это музыкальная занятость, это музыкальная досуговая деятельность, это коррекция психологическая. Почему нет? Пожалуйста. Психологическая коррекция, которая, скажем, направлена на улучшение когнитивных функций пациента. Прекрасная мишень. Прекрасная мишень. И психологическая коррекционная работа с помощью музыки, это очень достойное занятие. Но прежде чем сказать, что я музыкальный терапевт, дайте себе на это право. Вот я сейчас занимаюсь чем? Я занимаюсь тем, что я пытаюсь донести все эти мысли для того, чтобы у нас в России было грамотное музыкально-терапевтическое сообщество. Вы понимаете, вот, ну, за державу обидно. Громкие слова, да? На самом деле так и есть. Мы, как всегда, находимся где-то очень далеко. К нам приезжает кто-то и говорит, я привез вам концепцию музыкальную, специальной терапии, такую-то и такую-то. И мы кидаемся, мы считаем, о, это круто. Да ничего не круто. Надо учиться на наших примерах. У нас клиницисты. У нас лучшая в мире психиатрическая школа. Сильнейшая. У нас клиницистов полно, которые описали, переписали все. Думать и вникать. И переносить это на музыку. Вот 15 моих лет я готова вам как бы, ну, не совсем безвозмездно, вот, отдать. Но, ага, понятно. Но так все-таки у нас Челябинская область, или все-таки Варна. Еще есть Париж в Челябинской области, я знаю, потому что я тоже из Челябинска. Это я в чате комментирую девочкам. И, смотрите, вот это нужно как бы все прочувствовать, пропонимать, да? Так, вот все-таки Болгария. Ну, Санель в самом начале написал, что Болгария, поэтому я так и обращаюсь. Значит, смотрите, что я хочу сейчас вам рассказать немножечко, совсем чуть-чуть. Я придерживаюсь честного подхода, и хотя я весьма рада нашему объединению, но все же я хочу немножечко воспользоваться аудиторией и сообщить вот о чем. Значит, смотрите, у вас пойдет такая сейчас информация на экране о курсе, который пройдет вот с этого по это число. Да? С 27 июля по 4 августа. Я сейчас эту презентацию прокручу для того, чтобы она осталась в записи. Почитайте внимательно, посмотрите. Значит, вот это первый курс, который мы набирали, который уже закончили, дай Бог памяти, сколько нас было? 10, по-моему, человек, музыкальных терапевтов. Вот. Смотрите, пока что так, да? Дальше. Занятие я не написала 3 часа. 3 часа будет идти с 7 до 9.15. 3 академических часа. Дальше смотрите, что. Рассчитан на психологов, педагогов, психологов клинических тыры-пыры-пыры-пыры. Все я написал, где программа утверждена. Проходит. Значит, смотря каким документом. Значит, если вы хотите набрать для аттестации в учреждении, можно. Если вы хотите набрать баллы, то ждите, пока будет аккредитация в Москве. Потому что сейчас аккредитация программы идет, и буквально завтра я уезжаю в Москву, чтобы этот вопрос уточнить, что там, как дела обстоят. будут баллы, кредиты будут, но как бы еще время нужно. То есть, не сейчас. Этот можете повесить на стенку в кабинете, использовать в качестве отчета для администрации любого учреждения. можете приложить к своему портфолио для аттестации. Это сертификат от моего имени. Я являюсь дипломированным специалистом, имеющим квалификацию по музыкальной терапии, ученую степень кандидата наук, поэтому это дает мне право на частную практику, которой я, собственно говоря, и занимаюсь. так, дальше. Вот это вот, то, что сейчас вы видите ссылки, это ссылки в фейсбуке на группы. Первая группа называется вот так. Вторая группа называется вот так. Ну, вот это как раз группа была создана Ольгой, Ольга Подольная, сейчас есть здесь среди нас. Вы можете ей сейчас написать, она моя помощница и, можно сказать, правая рука. Вот, она живет в Москве и она занимается сбором информации по поводу желающих участвовать в курсах и также вопросами оплаты. Ну, в принципе, вопрос оплаты простой. Переводите деньги на карточку и милости прошу. И свой e-mail указывайте. Так, пообщайтесь, да, с Ольгой. Дальше смотрите. Вот это сайт, который я только что сделал, буквально позавчера. Вот. И на нем буду выкладывать всякие финтифлюшки, анонсы вебинаров и так далее. То есть, что будет происходить в нашей с вами жизни, это в отношении дальнейшего нашего обучения. Вот. И для тех, кто сильно интересовался психосоматикой, психосоматика будет в конце августа, в начале сентября. Где-то с конца августа, ну, мы должны с вами закончить до второго, буквально, потому что я уезжаю 8-го числа, 6-го, 8-го в Краснодар работать на 20 дней детишкам. Вебинары мы с вами по средам проводить сможем, будучи в Краснодаре. Мы это не пропустим и не упустим, потому что это уже наше дело. Вот. А, к сожалению, курсы уже не получится, потому что загруженность там большая и... Вот. Так что смотрите. Значит, вот такие вот у нас будут вещи. Что еще хотелось бы сегодня сказать в рамках? Хотела сказать про песни. Немножко, чуть-чуть. Никогда мне не уложиться в полчаса, даже не мечтайте, у кого дела, то сразу запланируйте себе побольше времени, хотя бы 45 минут. Значит, смотрите, вот про песни. В принципе, используется как бы в европейской музыкально-терапевтической традиции два вида взаимодействия с песней. Это популярная музыка, так сказать, музыка народа, которая легко поется, которая... Вот она совершенно как бы не очень для нас в данном случае с депрессией. Вот. И второй вид это песня, подобранная или сыгранная терапевтом для пациента. то есть вот это вот так называемый лирический анализ песни. Вот два подхода есть, которые я пока мне удалось про них вычитать. Два вида используются. Песня популярная и песня, подобранная индивидуально для каждого пациента. Так вот, зачастую у нас в музыкальной терапии используется популярная песня. То есть, ага, все знают, допустим, одинокую гармонию. Ну-ка, давайте-ка. Вот. А на самом деле, опять же, об индивидуальности. И вот еще хочу сказать немножко про методики вот эти рецептивные, да, так называемые музыкальные аптечки. Вот крестом Богом вас прошу очень осторожно, пожалуйста, потому что главный наш принцип не навреди. И то, что подбирается вы знаете, то, что подбирается универсально, то и воздействует универсально, а не индивидуально. Не знаю, какими словами еще сказать, чтобы не прозвучало в моих словах ни категоричности, ни оценочности по отношению к коллегам, но мне кажется, что музыкальные аптечка это как знаете, средняя температура по больнице. Вот, поэтому призываю к этому относиться очень осторожно. Ну, и давайте хотя бы пять минуточек такие вопросы, у кого какие есть там обратная связь, по чуть-чуть, буквально. Если нужно запись выложить вебинара, я завтра выложу. Если как бы необходимости такой нет, то смотрите, можно не выкладывать, как хотите, в принципе. Можно выложить, можно не выкладывать, кому надо, без проблем. Вот, значит, что еще? Да, еще, коллеги, хорошо, выложу. Еще просьба, пожалуйста, не скупитесь писать отзывы, можно любые, не надо только положительные, можете писать, что хотелось бы еще, чего не хватило. То есть, для меня важно, что мы общаемся и что это видят другие люди. Вот сейчас по сравнению с предыдущим вебинаром нас в два раза больше. Ровно в два раза. Вот, да, хорошо, записи бывают готовы через два часа, ну, может быть, три. То есть, завтра раненько-раненько утром я, конечно, выложу. Давайте немножко скажите, что увидели, что узнали, полезно ли было сегодняшнее общение. Я очень рада, что нас сегодня много. Вот, очень хочется какую-то обратную связь. Еще я хочу, знаете, что попробовать? Вот, у меня есть такая функция пригласить в видеоконференцию, но я ее никогда не использую. Вот, и хотелось бы как-нибудь ее попробовать, но сейчас она почему-то у меня молчит. Видимо, потому что видео идет, потому что видео идет, никак у меня не получается. Вообще, на самом деле, мне очень хотелось бы всех видеть. Да подождите, еще нет ссылки, у меня нет такой скорости. Нет, ссылки на следующий вебинар пока нет. Смотрите, вот еще раз резюмируем, да, давайте вернемся опять к, вот смотрите, значит, вот вся информация есть, сейчас Татьяна отвечу, здесь, вот в этой группе, вот это точно будет, если я выложу вебинар, вот эти слайды будут там. То есть, вы можете там смотреть. Вот, значит, у кого большие проблемы с, давайте еще я напишу почту свою, не стесняйтесь, пишите мне прямо на почту, вот, и указывайте свой e-mail, я вышлю, разумеется. Вот, смотрите, интересный вопрос задает Татьяна, можете вопрос посмотреть в чате, я зачитывать не буду из этических соображений, я просто отвечу. депрессивные черты личности есть у всех, и у меня тоже есть. Вопрос в том, насколько они актуализированы на данный момент, это первый вопрос. Второй вопрос, насколько они мешают вам в вашем социальном функционировании. Второй вопрос. Третий вопрос, это проходите ли вы индивидуальную психотерапию. Четвертый вопрос, это о помощи. Может ли помочь наличие депрессивных черт в работе с депрессивными пациентами? Опыт работы, Ольга уже ответила. Вот, вы будете работать со своими трудностями, со своими проблемами, и вы точно так же будете работать со своим пациентом. Вы, еще раз повторяю, вы инструмент, не музыка, а вы инструмент, которым вы воздействуете на пациента. Музыка в данном случае ваш способ установить контакт с таким пациентом, с которым невозможно разговаривать, с которым невозможно найти доступ, которому невозможно найти никакими другими средствами, кроме музыки. пациентка 50 лет проработала преподавателем фортепиано в музыкальной школе, досконально знает музыку, имеет прекрасный багаж по музыкальной литературе, потеряла всю семью, реактивная депрессия, то есть реактивная депрессия это реакция на ситуацию, и попала психоневрологическую клинику в нашу, и она приходит к психотерапевту на прием и говорит, вы знаете, единственное, что меня спасает сейчас, это первый концерт Григо, только слушая этот концерт, я могу подчеркнуть какой-то ресурс, психотерапевт не имеет музыкального образования, и приходит ко мне и говорит, Лилия Михайловна, что мне делать с этой пациенткой? Слушать первый концерт Григо, говорю я, вместе, и прочувствовать этот первый концерт Григо самой, и понять, что в этом первом концерте Григо для нее, чем она отзовется, вот понимаете, вот, 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 что такое музыка здесь, ну, надеюсь, понятно, я объяснила, пытаюсь, вот, спасибо, спасибо, Татьяна, что поняли меня, вот, очень благодарна всем, кто сегодня пришел, да, да, одну, вы помните, что только помните, пожалуйста, о том, что депрессия это все-таки не состояние грусти и печали, вот, ну, на этом я должна нашу встречу завершить, пожалуйста, спасибо всем, что пришли, в следующую среду мы встречаемся вновь и обозначаем снова депрессию, попробуем, или что, давайте, какие пожелания есть, если есть конкретные пожелания, без проблем, о, пожалуйста, пожалуйста, пожелания давайте, какие, какие темы, деток, хорошо, деток, деток, каких, каких деток, вот, по деткам давайте на курс, 16 часов исключительно про деток, ну, не только, конечно, хорошо, раз любые темы, давайте я тогда на свой вкус выберу и проведем следующую встречу, следующая встреча в следующую среду в 7 часов, надеюсь, вас всех увидеть, все, до свидания,